Прежде всего, я хотела бы предложить моё бесчисленное количество лотосным стопам и также лотосным стопам моего парамгорода и также Гуру Парампари Всем собравшимся Ващновам и Ващновам и Ващновам и Ващновам и Ващновам Ващновам и Ващновам и Ващновам и Ващновам и Ващновам Ващновам и 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 Ващновам Они непреданные, они, те, которые слушают эти сладчайшие лилы, Господа в сердцах начнут плавиться, и они в конце концов обретят вдохновение, слушают снова и снова, и по милости Кришны они смогут также стать на путь преданности. А если кто-то считает, что Кришна является обычной личностью и пытается все эти лилы Кришны сравнить со своим материальным опытом, из-за того, что недостаточно сукрити и квалификации, чтобы в действительности реализовать божественное положение Господа и Его божественных вечных лил, таким образом, тенью состояния проникнуть в глубину сокровенных знаний Шима Когаватан. Вы знаете, когда Шиваджи, он выпил этот яд, который он смог переварить, и горло у него стало голубым, если кто-то попытается совершить такую же поступку, как Шиваджи, он просто погибнет, поэтому в связи с своей квалификацией вы должны таким образом совершенствовать духовные практики. Самое главное — совершать Шраванам, Шраванам слушать Харикатху. Далее, как все Батха живы, и также те, которые обретают непоколебимую веру Шраванам, слушая с этой верой Харикатху, то тогда все самые неблагоприятные болезни в сердце, такие как вожделение, зависть, гнев, жадность, безумие, находиться в иллюзии, все совершенно исчезнет из сердца, и сердце обретет кристальную чистоту. И в действительности, и тогда уже на том уровне, на котором будет находиться преданным, он действительно сможет проникнуть в глубину сокровенных истин, которые... то есть постепенный процесс. Вначале происходит анардха-неврития, и под влиянием анардха-неврития, слушая Харикатху и совершая принципы Батхи, постепенно происходит очищение зеркала души. Самое главное, снова, практики духовной, это степень вашей Шарадхи, веры в духовный процесс служения. И с помощью нашей группы Рампары и Щичитания Махаправо, который пришел с особой миссией в этот материальный мир, очень, очень многое, то, что в действительности может быть и незаметно, чисто внешним, внешним восприятием, очень имеет глубокое значение. И таким образом, Щичитания Махаправо, с помощью того знания, которое он принес, очень легко и доступно обрести путь духовного служения и достигнуть Батхи. И поэтому, слушая Харикатху, можно обрести привязанность к этой возвышенной цели, что является пройоджиной Кришна-према. Щичитания Махаправо сам лично показывает пример. Он никогда никого не различал, кто квалифицирован, кто не квалифицирован. Если даже не было сосуда, он сам даровал этот сосуд, и он вливал премию в сердце каждого, кто был удачлив, чтобы находиться в горе Лилия. Вечных и сладостных игр, Господа Щичитания. Вечных и сладостных игр, Господа Щичитания Махаправо сам лично показывает, как можно обрести лобху, который является симптомом Рогануга Бхактия. Что означает лобху? Это жадность, духовная жажда, которую испытывает преданная, которую невозможно утолить. Это подобно, как капля, если она может утолить вашу жажду, если вы находите в пустыне. То же самое с помощью лобхи, что является симптомом Рогануга Бхактия. В таком настроении, продолжая слушать Шраванам, сладчайшая лила Господа Щитания, каким образом вы будете прогрессировать. Шишу Кадыр Госвами по этому поводу также объясняет, на основе этой шлоки, как происходит процесс очищения зеркала души. И также Сута Госвами, он произносит эту шлоку, где он превозглашает возвышенное положение Господа, который является верховной личностью Бога. Имеется четыре вида, то есть особых качества Кришны, которые отличают Его и указывают на то, что Он является Своим Богом, источником всех инкарнаций, потому что Он имеет также четыре качества, которые не присущи Его инкарнации. И Патата Ситханты, они не имеют никакого различия, но Парасататве, Шри Кришна, Он имеет четыре, это Вену Мадурия, Прима Мадурия, Лила Мадурия и Рупа Мадурия. Сейчас Прабху рассказывает о возвышенном положении флейты, которая постоянно походит в локах Губ Кришны, и которая приночена для того, чтобы звать вража Гофи, Лолиту, Вишаку, Шиматет Храни. А имеется также некоторый другой вид флейты, с помощью которого Он зовет коров, когда Он спасет их. И далее в этой шлоке объясняется, что флейта, она привлекает сердца всех живущих существ. А есть флейта, которая лишь привлекает сердца вража Гофи. Только вража Гофи могут слышать мелодию флейты, зовущую мелодию флейты Кришны. Далее, Шишикадевгаслами упоминает также, прославляя. Он говорит, что приходят и уходят сезон, сезон сменяется одним сезоном, после зимы приходит весна, после весны – лето, и после лета, и весна. И точно так же, как сезон, они сменяют друг друга, точно так же все происходит таким образом, что когда-то, когда, чтобы охладить сердца, те, которые испытывают жажду, дождь начинает идти, и небо покрывается облаками, и дождь начинает проникать, охлаждает все вокруг. И в это время все реки, они наполняются водой. Но когда шародия, после летнего сезона, приходит шародия осенью, автоматически, это мутная вода, которая находилась в озерах, в родах, в реках, она становится кристально чистой, нет никакой, нет никакого, совершенно чистая вода. И в этот момент, осенний момент, который называется шародия, очень много цветов распускается, и аромат, он постоянно разносится ветерком, и благоухает повсюду. И это чистая кристальная вода, озер. И когда под лунным светом распускается также очень много лотосов и особых цветов, которые распускаются лишь только при лунном охлаждающем свете. И этот особый шародия, в этот особый сезон, он наступил у вражек, и как все сезоны, и не только четыре, их шесть, шесть, которые сменяют друг друга, они постоянно находятся во вредовании. После сезона дожди приходит шародия, то есть осенний период, когда все очищается вокруг и начинается, в этот момент происходит шародия раса. Почему? Потому что этот сценарий настолько благоприятен для того, чтобы состоялась особая, божественная игра Кришны. Кажется, что в этот момент у нас только прекрасные лотосы, которые распускаются, они благоприятны и повсюду, и повсюду, повсюду можно видеть их прекрасные, прекрасные. И этот бриз, который разносит повсюду аромат лотосов, он совершенно очаровывает все вокруг. И этот аромат, он разносится по всему Бриндалу. И так же деревья, они плодоносят, даруя сладостные плоды. Шишкадев Госпоми объясняет в комментариях к этому эшелуке красоту Бриндалу. Мы не можем даже вообразить себе, насколько прекрасен Бриндалун. И что Кришна совершает в этот особый период в шараде расы. Он берет своих всех коров и телят, и он отправляется в лес спасти коров. Но самая главная причина для него является встреча с Раджи Гопи. Харик Кришна. Сейчас будет говорить Ассила Мухарадж. Как это очень далеко почему-то снимает. Что же может ближе к перелезать? Это очень хорошо. Вот замечательно. Очень далеко. Прежде всего я хотел бы предложить мои вещественные данного пранамы Лотос Винсапамого духовного учителя Нитилё Прадишна. Он Вишнопада Аштата Рашета Шиши Мадбахти Ситханта Аштиру Пситханте Ко Своему Хараджу. И также моему Шикшу Гору Нитилё Прадишна Парамахамса Параджи Качарья Варья Аштата Рашета Шиши Мадбахти Веданта Аштиру Пситханте Ко Своему Хараджу. И также всей нашей группы Рампари и всем собравшимся преданным Вашнавам и Вашнаве которые пришли чтобы участвовать в фестивале Харикатхея. Мы закончили на том как Шаона Карьеши для того чтобы объясняет если вы не можете организовать свою человеческую форму жизни для того чтобы совершать в Бхакте то можно сказать что время которое вы проводите в этом материальном существовании оно совершенно проходит зазря. Как в Шимот Бхагаватам утверждает мы можем очень многое мы можем заниматься пустыми разговорами ходить блуждать повсюду чем-то заниматься также употреблять пищу говорить вы видели таких которые которые все это совершают и мы так же это видим повсюду Шишу Кадавгасам говорит что это личность которая не следует Бхагавадарами на самом деле он умирает и даже внешне кажется что он совершает действия он питается там занимается какими-то делами на самом деле каждое мгновение он умирает и по милости мы обрели эту человеческую форму жизни она настолько редкая но мы не можем организовать себя таким образом чтобы предложить в полном предании Лотосен Стопан учителя духовного учителя наша группа Рампари и для того чтобы достичь духовного успеха нашей жизни если вы правильным образом вы распределите свое время в духовном практике и таким образом экономя каждую секундочку вы обретете квалификацию в действительности совершать служение а вот эти все посторонние разговоры пустые мирские темы они забирают наше бакте и просто кто-то считает что очень что человеческая форма жизни которая очень редкая что вы должны у него все представить насколько она короткая очень многие животные живут во много раз более чем люди в этом материальном мире поэтому вы должны понять насколько это редкая возможность как Шишикадевга с вами подтверждая говорит в этой шлоке те кто обрел наконец-то эту человеческую форму жизни и с помощью ушей он не слушает прекрасных божественных и сладчайших лила Господа он четырех многое животное его можно сравнить первое 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 сравнение с первое со свиньей второе с верблюдом верблюд он только он единственный кто может употреблять эти колючки а третий вид это собака можно также сравнить какие особые качества имеет собака он 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 всегда ищет обгоданную косточку на дороге и он быстро бежит чтобы его не догнали другие собаки не отняли эту косточку и он прячется и начинает гладать эту кость и он но и он думает что эта косточка очень вкусная но на самом деле никакой сладости она не имеет и также четвертое сравнение с обезьянами например если кто-то оскорбляет если например тот кто обрел человеческую форму жизни но он не использует ее как ее можно сравнить ее эту форму жизни с верблюдом с свиньей или с обезьяной я хотела бы представить хорошую историю которая однажды про свиньё чтобы вам было более понятно однажды как-то эти свиньи они собрались вместе и они хотели и они хотели выбрать кого-то лидером кого-то кто но они хотели но они хотели но они хотели чтобы это они обратились за этим к человеку и он сказал они обратились вы могли бы стать президентом наше общество свиней и тогда этот человек ответил вы глупые а я же человеческой форме жизни как а вы просто свиньи как я могу быть президентом вашего общества вы тогда свиньи пытались объяснить вы даже вы даже начали объяснять потому что этот этот свиньи он обладал обладал и он начал объяснять вот ты знаешь что даже сам господь инкарнировал себя форму варахадева когда когда была особо чрезвычайная ситуация почему потому что свиньи они обладают особым обонянием они могут и поэтому это это жизнь как бы мы постоянно с помощью своего обоняния пытаемся постоянно постоянно стремимся к тому что привлекает наши наши чувства и на самом деле мы не находим этого аромата который нам кажется и привлекаемся совершенно тем вкусом который который отличает нашим материальным желанием и находясь находясь в этом материальном мире который является порогом к освобождению вы получили эту форму жизни но вы не совершаете бакте вы постоянно пытаетесь как вишаи которые являются наслажденцами постоянно пытаетесь удовлетворить свои чувства там где нет харикатхи там где нет харикатхи это можно сравнить с кладбищем или крематорием или же или или же и вы поэтому если вы не сможете приступить к служению Господу это можно сравнить с человеком который исправляет свою нужду нужду поэтому здесь пример этого свиньи который свинья рассказала и этот человек он очень как бы не принял этого мнения этой собаки то есть этого свиньи и он он пришел он пришел встретился с верблюдом а верблюды они попросили его чтобы он стал президентом это общество верблюдов этот человек он сказал что только что я хотел меня попросили быть этим лидером в обществе свиней я отказался а теперь ты хочешь для того чтобы лидер он должен также обладать качествами тем тем тех кто кому кем он должен управлять на самом деле верблюд они животные но почему они не питаются мягкой травой они предпочитают колючки очень и считают что эти колючие кусты они очень съедобны и очень таким образом питают своей собственной кровью они испытывают наслаждение точно так же они обратились к этому человеку ты тоже ничем не отличаешься от верблюда ты не слушаешь святые сладчайшие деяния Господа как в этой шлоке из Гопи Киты прославляется Кришна насколько он имеет прекрасных вел которые он совершал в материальном мире но нет никакой привлеченности к такому виду Хари Кафе постоянно думая о своих сыновьях о своих мужьях о женах и это точно так же постоянно ум он вращается подобно колючим кустам к которым мы постоянно постоянно обращаемся подобно верблюду которые испытывают в этом наслаждение и затем он пошел дальше и он пришел к ослу осел сказал ему мы тут вот тоже собрались все вместе ты можешь стать нашим президентом потому что ты являешься самым большим ослом и тогда он спросил ты что считаешь что я совершенный осел почему ты пришел к такому выводу и вы знаете что в чем особая деятельность осла он постоянно что-то переносит какой-то поклажу на своих спинах спине иногда он сбирается даже на гору и все зависит от хозяина который просто он не даст ему никогда воды он не даст ему парадху ни рис он дает ему сухую траву за его тяжелый труд и целый день осел он тяжело трудится и думает что в конце концов когда этот день закончится он сможет принять эту сухую траву и таким образом быть счастливым он не и в этом материальном мире все живые они с самого утра и до вечера они похожи на ослов они постоянно тяжело трудятся а в конце концов что они получают ну чипать что то еще за этот неустанный тяжелый труд который они совершают и тратят свою энергию свое время мы пришли в этот материальный мир неужели мы пришли только этой целью почему мы находимся в этой иллюзии вы думаете что моя жена моя семья это на самом деле это не совсем является это совершенная иллюзия для кого вы стараетесь для того для для чего а если вы что то не сделаете для них они скажут почему почему это произошло как например если вы имеете деньги богат и так далее известного спросят кто как дела а если у того у кого ничего нет они спросят спросят кто ты такой и поэтому находясь в этом положении где моха майя который пленит эту душу вы никогда не будете свободны но бхактия там где бхакти там нет майя это майя отступает осел сказал я прикладываю такие усилия я перевожу мешки с сахаром и разную другую поклажу а вечером когда я возвращаюсь наконец-то моя жена она обратится ко мне со сладкими словами и вместо этого это слихо она она его кинает своими задними ногами говорит а где фрукты ты что принес ты почему пришел пустой ничего не принес и она ругает этого осла как женщины как эти вот ослихи они постоянно пинают этих ослов точно так же как мы в материальном мире мы прикладываем большие усилия и планируем планируем но наши планы постоянно разрушаются и мы на самом деле обретаем лишь только страдания наши ожидания никогда не приходят к совершенному удовлетворению нашего нашего сердца мы постоянно это и затем этот человек даже пошел и собаку встретил собака сказала мы вот тоже тут собрались хотели выбрать лидера можешь ты стать на наш быть в чем особенность собака собака она 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 прячется и чтобы съесть эту сухую косточку но которая и но нет никакой этой сладости в этой косточке но собака гладает ее с надеждой чтобы извечь какой-то сок какой-то из этой косточки что это означает то что не в этой шлоке объясняется как осел можно сказать я являюсь ослом и у меня качество осла а собака она также имеет качество собаки но ты человек ты также имеешь все эти качества осла собаки свиньи и также верблюда сто процентов можно сказать каждый из этих животных имеет свои собственные качества но человек обладает всеми качествами этих четырех видов животных поэтому тот кто обрел наконец-то эту человеческую форму жизни и не слушает Хари Кадху с помощью своих ушей которые подобно чашам предназначены чтобы пить нектар своей чаше криво Господа что же тогда делать вы слушая Хари Кадху в таком особом состоянии божественного восторга воспевать все эти имена чаши суток слами он объясняет что такое материальное чувство каково предназначение человеческой формы жизни а затем он начинает более проникать во внутреннее настроение наших чувств в начале внешнего плана он спускается более ниже и говорит если вы не чувствуете и не испытываете любви к Хари Кадхи которая подобно настоящему нектару проникает через ваше уши в сердце если вы слушаете прекрасные деяния Крешны но ваше сердце не плавится не становится мягким и слезы не выступают на ваших глазах что вы должны считать тадасиасарам означает что ваше сердце подобно железу также другое сравнение оно совершенно обладает природой камня наше сердце каменное и и и и и и и В этом Божжине объясняется, после слушания сочетвияни Кришны, после этого духовного процесса даже камни начнут плавиться. Мы видели во многих местах Вавражия расплавленные камни, на которых отпечатались следы Кришны. И также эти деяния, где совершал читание «Могопробуйте, святые места» также хранят эти камни, расплавленные камни. Эти камни плавятся в наше сердце, оно не плавится в мое сердце, оно подобно удару грома, оно даже тверже, чем камень, поэтому оно не может плавиться. Слушая Хрикатхоши Бхагавани, если ваше сердце не становится мягким и слезы не катятся из глаз, это говорит о том, что вы совершаете аппарат, и ваше сердце переполнено ими. Человечного тхача кровотета Кур объясняет о процессе, как некоторые говорят, показывают слезы искусственным образом из своих глаз. Но в этот момент их сердца не плавятся. Это просто как... Это как совершенно глупое поведение, тот, кто практикует таким образом, искусственно. В Шьямасундаре, вот в этом мандире, там есть, совершают киртан иногда 24 часа. Иногда некоторые плачут, прям падают на пол, слушая киртан, вот в таком вот особом настроении раги. Они плачут. И кто-то, видя такое поведение, скажет, он величайший, преданный, ему надо совершать арчину. У него слезы текут, и слезы из глаз, он не может даже себя вообразить. А после киртана что происходит? Он начинает курить где-то там тайком. В Бенгалии многие употребляют, преданные употребляют... Ну, не преданные, а такие вот. Они специальные сигареты курят, едят рыбу. Но когда, для того, чтобы привлечь людей, для публики, они показывают искусственно, экстатическое, экстатическое состояние любви. Некоторые очень мягкосердечные, как вот очень мягкие, очень нежное сердце. И когда они начинают слушать Харикадху автоматически, сердце начинает плавиться, они начинают плакать. Они плачут. И кто-то считает, что они являются самим Махапагаватом. Но внутри, внутри многие совершенно их сердца каменные. Когда те, которые слушают Харикадху или совершают киртан и показывают какие-то особые состояния. Но на самом деле это, это на самом деле просто внешние, внешние эффекты. Совершенно, совершенно искусственным образом они показывают. До тех пор, пока мы не обретем хава авасту, према авасту, это очень высокое, трансцендентное положение. А до этого это все совершенно искусственно. Это не происходит автоматическим образом. А если нет слез? А сердце в этот момент плавится, как шерупа Госламе. В Радхадамадар в мандире Харикадха. И все, кто слушал Харикадху, все испытывали эстетическое состояние. Но Шерупа Господь сидел очень спокойно. И ничего, никаких изменений не было в его теле. Одновременно с этим листочек упал с дерева. И упал на колени Шерупа Господь и немедленным образом сгорел. Приводился в пепел. Шерупа Господь, он подобен самудрую, глубочайшему океану. Вы знаете, много рыбы в океане, но мы не можем видеть их движение. А в мелком маленьком озере мы можем видеть, как рыба плещется. Это говорит, насколько глубокое сердце, гамбир. Как внешне ничего не заметно, а внутри, как в глубоком океане происходит очень многое. Эстетические волны, они незаметны внешне. Шерупа Господь объясняет, когда приходят прямо, какие 9 симптомов указывают на преданного, который обладает Пхавой, который уже находится на уровне Пхава Бхакти. Вот сейчас Пхава Чудар Махараш произнес эту шлоку, которая описывает эти 9 симптомов. И тот, кто обладает этими 9 качествами в полной мере, то тогда он совершенно подходящий для того, это совершенно авторитетно. Но тот, кто не обладает этими 9 качествами, он показывает другим это, для какой-то материального желания заработать деньги, почет, слава, уважение. Однажды, одна женщина, которая, я тоже там находился, в этом месте, на этом собрании, когда, когда сейчас Харикатха, эта женщина начала дрожать, проявляя признаки экстаза, вот сейчас Пхава Махараш показывает. И все думали, что это на самом деле проявление экстатического состояния. Но, поэтому тот, кто имеет это самое основное качество, основное качество, что является, что является того, что он находится на уровне, на очень высоком уровне Бхакти, на уровне Бхава Бхакти, если нет этого квалификации, то то, что происходит перед этим, все является совершенным воображением. Харикришна. Харикришна. Киртон с Гуру-Девом транслируется со страницы Шрила Гуру-Дева, не с моей. Так что минут через 20 присоединяйтесь.